Михаил, во-первых, я хочу поздравить вас с присвоением почетного звания «Заслуженный артист России», звание солидное, им обладают очень немногие артисты. Я вас поздравляю. Спасибо большое. И вопрос в преддверии Нового года. Люди начинают верить в волшебство, в какие-то приметы. У вас какие отношения с приметами? Вы верите в какие-то приметы? Может быть, существуют какие-то ваши? Ну, я вообще, конечно, не очень верю в приметы. Потому что, ну, вообще я верю в то, что загадаешь, в общем, как бы твоя мысль, она является достаточно материальной в последнее время. Да, это, ну, это, можно так сказать, проверенный способ. Да, если загадаешь и очень хочешь, стремишься к этому, то, конечно, это осуществится. Потому что ты прикладываешь для этого усилия. А какие-то счастливые числа дни недели существуют у вас? Да, мне нравится понедельник. Потому что все, начинается работа с этого, с понедельника. Хотя, в общем-то, для меня все дни, они, знаете, творческие. И суббота, и воскресенье, и пятница. Поэтому, ну, конечно, я люблю, вот, почему-то я люблю пятницу. Потому что это оканчивается рабочая неделя, и немножко появляется время для того, чтобы больше посвятить время инструменту, посвятить инструменту, да, или посвятить с партитурами, или сделать какую-то аранжировку, чтобы появляться больше времени. Ну, и дома, естественно, время провести с родными. Очень многие музыканты, и не только в Петрозаводске, мечтают с вами сыграть. И в Дуэте, и в каком-то другом ансамбле. Вас на расхват зовут в гости разные города. Вы дирижер, вы мультиинструменталист. Скажите, пожалуйста, вы как артист, у вас уже все есть? Ну, знаете, я еще, во-первых, не все города открывал в России, да, именно вот, в творческом отношении. И не везде, может быть, сыграл. И есть еще такие места, где бы хотелось побывать, и с кем бы хотелось поиграть. Есть и такие оркестры, есть и дирижеры, есть, и исполнители, с которыми мне хотелось посотрудничать. То есть, есть такие желания. А вы не назовете эти города и этих музыкантов? Ну, мне бы очень хотелось побывать, я был на Дальнем Востоке, но я еще не был на Комчатке, на Сахалине. Мне вообще очень интересно. Там, кстати говоря, именно на Сахалине, там такая богатая культурная жизнь. Происходит, а фестивали есть. Мне бы очень хотелось сыграть в большом зале в Санкт-Петербурге, в Лондоне. И, знаете, мне бы хотелось какую-то работу более активную с симфоническими оркестрами в России. Потому что есть репертуары, есть огромный багаж. Партитуры, которые мне бы хотелось осуществить с симфоническим оркестром. А какие-то конкретные оркестры есть? Или наш симфонический оркестр корейский? Ну, с нашим удовольствием за оркестром. Спасибо Анатолию Ивановичу, Павка, Алексею Довиловичу, Диаге, что меня приглашают. И я очень рад, что у нас сложились такие отношения польческие. А вот у меня есть уже небольшие наметки. Я думаю, что они в этом году, может быть, и в следующем осуществятся. Вот это вот в Астрахани меня пригласили весной сыграть танго-месо. Есть приглашение в Воронежскую филармонию симфонического оркестра. Вот. Ну, и в общем, пока, пока, наверное, все. Но для этого нужна работа. Потому что просто так концерты с неба не варятся, как говорится, да. То есть, естественно, здесь нужна такая большая подготовительная работа, которую делал я. У меня нет, так скажем, личного директора, который бы занимался рассылками, какими-то, знаете, промоутерской работой, да. То есть, писал, предлагал, и так далее. Это я делал все сам. Вот у вас действительно огромный список концертов. Я, как работник филармонии, вижу план работы нашей организации. И вижу Тотский, дирижер Тотский, дирижер Тотский. Много концертов для дирижера. Это сколько в месяц? Ну, я не такая большая загруженность, как у дирижеров оперного театра. И потом, это несопоставимо, допустим, с работой, работой со спектаклем, да, к примеру, и нашими небольшими такими малыми формами, да. То есть, партнитура у нас отличается, естественно, от той работы, которую делают дирижеры с симфонической оперной, театральной дирижеры. Поэтому я могу сказать, что у меня немного концертов, вот. То есть, по сравнению с другими дирижерами, которыми занимаются тоже. Когда уезжаешь с работы, даже после концерта, окна уже не горят в филармонии. Горят единственные два окна на третьем этаже. И слышен звук, если это теплое время года. И слышен звук, вы репетируете, вы играете. Вот такая загруженность, мне кажется, она все-таки какая-то нечеловеческая. Вы считаете, что она небольшая? Ну, имеется в виду общая загруженность. Потому что, видите, как бы, я занимаюсь, видите, разным, разным, так сказать, творчеством. То есть, у меня есть и дирижерская работа, это работа с партитурами. То есть, мне приходится, конечно, что-то дорабатывать. Потому что партитуры разные приходят, материалы разные бывают. Иногда приходится просто его дорабатывать, доделывать оркестровку какую-то. Или делать, то есть, ее приспосабливают к нашему оркестру, к нашему составу. Поэтому, естественно, вся подготовительная работа, она может быть видна оркестантам и зрителям. Ну, именно зрителям оркестантам. Оркестанты, конечно, видят. Ну, естественно, нужен инструмент, нужен контакт с инструментом. Нужен постоянно быть, иначе инструмент может обидеться, как я говорю. Да, потому что, когда не держишь долгую руку от инструмент, то есть, естественно, какие-то пропадают ощущения. Это нужно обязательно брать инструмент в руки и заниматься. Я учу, я в произведении постоянно, знаете, мысль о том, что хочется сыграть, но ты понимаешь, что это нужно отложить. Потому что сейчас нужно сделать другое. Вот, а на нынешний, как может всегда, да. И хочется уже побыстрее начать учить и так далее. Поэтому, да, я поэтому хотел сказать, что, естественно, вся работа вот эта, которая, может, в позднее время происходит, да. То есть, я делаю это все в время, которое есть, да. Ну, обычно вечерние там бывают. Если говорить о вас, как о исполнителе, мы знаем, что у вас масса поклонников. Более того, в этом году, когда Россия отмечала 350-летие Петра Кирова, известный московский композитор, услышав вашу игру, вставил партию баян в свою симфонию от Сударева Дорока. Согласитесь, что это признание. Вы играете на баяне, на бандонионе и на аккордине. Существуют другие инструменталисты, скрипачи, виолончелисты. И существуют звезды среди таких исполнителей. И мы все знаем, и они все на слуху. Там плеяда пианистов, плеяда виолончелистов. А существует ли такая же вот плеяда, допустим, исполнителей на бандонионе? Конечно, Калифеи, Балтройла и Остропельцова. Их достаточно много, исполнители. В основном, аргентинцы, конечно. И современные. Да, Карл Краенхоф, имена, которая на слуху. У многих, которых концерт-назалы были бы рады принятий у себя. Среди бандонионистов есть, естественно, тоже свое лицо. Но она не настолько на слуху, как исполнители на более привычных инструментах. На баяне, конечно. На баяне, естественно, Фридрих Рейпс, Александр Скляров, Виктор Равенгур. Да, современных, самых молодых. Эдуард Аханов. В формулировке, с которой вам присутствует израние заслуженного артиста России, говорится за вклад в искусство нашей страны. Но в Петерзаводске, я даже не сомневаюсь в этом, вы останетесь с тем человеком, который принес в коллегию танго. Вот такая любовь у вас к этой музыке, она с каких год? Ну, наверное, с 90-х годов. Где-то в 92-м году, наверное, мне попали в руки кассеты с музыкой танго. Собственно говоря, я с репетцом, а также на кассетах я услышал. И было очень интересно, и мне даже хотелось записывать эту партитуру, потому что не было нового материала. И я просто это писал в модных тетрадках. Темочки, да, то есть, агражировки, оркестровки. Потом мы с друзьями, с Анатолием Полаевым, решили в конце 90-х попробовать поиграть. Евгений Попух, еще скрипач, замечательный, который сейчас в Муминске в филармонии работает. Ну, мы решили создать трио, вначале было. Потом пригласили контрабасиста Олега Головин, получили попцы еще же, и квартета. Потом к нам подключился Валерий Бобков. И мы, вот, уже, собственно говоря, был коллектив, который назывался «Танго-визит». В начале 2000-х годов мы, наверное, сыграли первый концерт, где-то, наверное, 2001-й год был. И после этого, в общем-то, принимали участие во всех больших программах в филармонии. С тем, с кем я играл, я им очень благодарен, потому что, ну, это было интересно. К нам приезжали танцоры, к нам приезжали певцы, исполняющие музыку танго. И, в общем, у нас шел постоянный процесс накопления репертуара. Что-то делали, я делал сал, что-то делились друзья, что-то присылали солисты. И, в общем, конечно, такие имена, как Сауле Искакова, Мартина Альварада, Дмитрия Рибера. Конечно, это наши, можно их так назвать, солисты оркестра. И я им очень благодарен, очень их люблю всех. До сих пор на концерты танго, это аншлаговые всегда концерты, как вы исполняете танго, многие слышали. А вы танцуете танго хотя бы иногда, хотя бы дома? Я, конечно, совершенно не буду это делать. Кстати, у многих исполнителей танго, когда их задают тот же вопрос, что и вы, да, они говорят, знаете, что, к сожалению, мы не танцуем. Я имею представление, конечно, потому что я, естественно, работал с замечательными танцорами и профессионалами в этом жанре. Я считаю, что это, конечно, очень серьезный подход к этому нужно иметь. Может быть, как любитель я бы смог сделать пару шагов. Но я думаю, что пусть это останется тайной и пусть это останется где-то у меня дома.